ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу будет внесен законопроект о наказании за опасное вождение. Эта инициатива поступила на рассмотрение Нижней Палаты Парламента еще несколько лет назад. Все остановилось на первом чтении. Теперь группа депутатов намерена добиваться принятия нормы, но с некоторыми нюансами. Например, это обязательная видеофиксация опасного вождения, наличие умысла, рассмотрение дела только судом и вариативность наказания от штрафов до лишения водительского удостоверения. ТРАССА СТО ОДИН Кроссовер Москвич-3 получил вторую, более богатую комплектацию. Заводские цены на нее начинаются от 2 миллионов 250 тысяч рублей. В базовой версии машина стоит чуть менее 2 миллионов. Модель обзавелась цифровой приборной панелью, камерами кругового обзора, подогревом всех сидений, светодиодными фарами, боковыми подушками безопасности и другими опциями. Мотор тот же бензиновый, 150-сильный, объемом полтора литра. Трансмиссия, механика, либо вариатор. ТРАССА СТО ОДИН Массовое производство отечественного электроавтомобиля АТОМ может стартовать в 2025 году. В мае этого года производитель собирается представить прототип электрокара. В линейке, как предполагается, будет 4 машины. Двухдверная городская дуо, семейная фэмили, плюс специальные экземпляры для такси и курьерских служб. Запас хода у каждой модели составит не менее 500 километров. ТРАССА СТО ОДИН А Ульяновский автозавод собирается серийно выпускать автомобиль для городских коммунальных служб. Геркулес 6530, сделанный на базе УАЗ-Профи, умеет подметать поверхность, мыть ее и пылесосить. Сам уборочный агрегат состоит из небольшого дизельного мотора, полуторакубового бункера для мусора и бака для воды объемом 250 литров. Зимой машина способна разгребать снег, подметать проезжую часть или тротуар и разбрасывать реагенты. ТРАССА СТО ОДИН В Ямало-Ненецком автономном округе вывели на чистую воду очередного хитрого гаишника. Еще два года назад инспектор остановил старенький автомобиль Тойота, за рулем которого находился нетрезвый пенсионер. Страж порядка начал запугивать нарушителя, мол, ему грозит тюрьма, и предложил избежать ответственности интересным способом, а именно продать ему машину за 15 тысяч рублей. Мошенничество сотрудника ГИБДД вскрылось только сейчас. Ему светит до шести лет лишения свободы. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН